Здравствуйте, уважаемые коллеги, меня зовут Ольга Мартынова. Я вам сегодня на русском, к сожалению, прочитаю лекцию про ведение в электроэнцефилографию. Как вы знаете, может быть вы видели, как выглядит настоящая электроэнцефилограмма. Это как раз запись 64-канальной ЭГЭ с закрытыми глазами. Это мои собственные картинки из собственных исследований. Что за этим стоит? Вы, наверное, слышали в прошлой лекции Евгении Ситниковой, что ЭГЭ, электроэнцефилограмма, она отражает активность, суммарную активность нескольких, большой популяции нейронов. И, в принципе, самый большой вклад в ЭГЭ вносят постсинаптические вызванные потенциалы, постсинаптические потенциалы, возбуждающие и ингибирующие, и тормозные. Они являются основным источником электрических потенциалов, которые мы видим в ЭГЭ. И, как правило, это как раз нейроны, популяция нейронов, которые расположены в слоях коры, а именно пирамидные клетки, пирамидальные клетки, они являются самым главным источником электрического потенциала ЭЭГЭ. У источников есть диполи позитивные и негативные, что тоже связано с расположением пирамидных клеток. Это Евгений Ситникова подробно рассказывал в прошлой лекции. И важным пунктом является то, что мы еще видим. Мы не видим напрямую, но мы знаем, что ствол мозга и талаумус, они являются тоже подкорковыми генераторами. Их синхронизирует активность кортикальных нейронов, что мы также видим как отражение в ЭЭГЭ. И в итоге вот эта электроэнцефалограмма, я буду сегодня говорить только о ЭЭГЭ человека и записанной со скальпы головы неинвазивной ЭЭГЭ, она отражает разницу в электрических потенциалах, которые возникают между двумя областями коры головного мозга и наиболее близки к поверхности, к пишущему электроду, который записывает ЭЭГЭ. И надо иметь в виду, что в принципе вот этот сигнал, который мы видим, он отражает активность очень большого числа нейронов. Это порядка 6 квадратных сантиметров поверхности кортекса в данном случае. Ну и это ведет к тому, что ЭЭГЭ имеет свои ограничения. Здесь эта картинка, которую вы много раз видели в разных вариантах, она отражает, насколько разные методы, неинвазивные и инвазивные, могут пространственное и временное разрешение инвазивных и неинвазивных методов. И вы видите, что поверхностная ЭЭГЭ, ЭЭГЭ со скальпо, она обладает средним, ну, хорошим временным разрешением по сравнению, например, с функциональной магнитно-резонансной томографией, эпизитронно-эминционной томографией. Но при этом у нее очень плохое, по сравнению, опять же, с этими методами, достаточно плохое пространственное разрешение, так как она, как я уже сказала, отражает активность большого числа нейронов. Но при этом все равно есть преимущества в ЭЭГЭ-записи, потому что, как я уже сказала, это высокое временное разрешение, мы видим ответы на уровне миллисекунд, ну, десятков миллисекунд. Мы достаточно просто можем извлечься, очистить записи ЭЭГЭ от артефактов по сравнению с тем, как тяжело это делать для, например, функциональной магнитно-резонансной томографии. ЭЭГЭ тоже, в отличие от вышеупомянутой МРТ, это тихий метод, то есть полностью неинвазивный, и испытуемо, как правило, не так бояться делать ЭЭГЭ, как, например, участвовать в исследованиях с применением МРТ или ПЭТ-КТ. И ЭЭГЭ также может отражать подсознательное восприятие стимулов, то есть его можно записывать, естественно, для пациентов, которые не способны выполнять команды, также активно используются в исследованиях функций мозга у детей. ЭЭГЭ отражает изменения взросления мозга, зрелости мозга в антокинезе, и также она хорошо, она электроэнцефалограмма, она как раз хорошо мониторит разные стадии сна. Ну и, в принципе, в отличие от МРТ и ПЭТа, это прямое измерение электрической активности мозга, потому что в случае МРТ и ПЭТ мы имеем дело с гемодинамическими или метаболическими изменениями, которые только косвенно говорят в активности нейронов. Ну и, естественно, есть и недостатки у электроэнцефалограммы, как я уже сказала, это низкое пространственное разрешение. Потом ЭЭГЭ плохо отражает активность субкортикальных областей мозга, ну и ввиду своей особенности, особенности работы нейронов, мы теряем сигналы за счет волюм кондакшен, за счет рассеивания электрического тока через разные ткани. И из-за этого, собственно, до конца мы не можем решить обратную задачу, а именно мы не можем точно построить источники активности, активности, которую мы видим в электроэнцефалограмме. Что еще из недостатков? То есть электроэнцефалограмму, которая сейчас часто используется в исследовательских целях, довольно-таки долго ставить, иногда порядка двух часов, если это ЭЭГЭ высокой плотности. Ну и, как правило, опять же, из-за проводимости и, наоборот, потери сигнала из-за скальпа и других тканей, у нас довольно-таки плохое отношение сигнал-шум в электроэнцефалограмме. Вот я уже показывала, как выглядит ЭЭГЭ у здорового испытуемого. У нас записано 64 канала, и вы видите, здесь невооруженным глазом можно увидеть колебания, это примерно 10 секунд записи, 10-герцовые колебания, то есть примерно 10 раз в секунду невооруженным глазом заметное колебание на электроэнцефалограмме. Ну вот, опять же, прежде чем начать про методические анализы ЭЭГЭ, я бы хотела сказать несколько терминов, определений, которые мы часто используем при исследованиях с использованием ЭЭГЭ. То есть это, в первую очередь, ритмическая активность или ритм. Это то, что мы видим, вот сейчас я вам показывала, альфа-ритм, 10-герцовый ритм примерно одной постоянной частоты. Если этот ритм наиболее сильно выражен, это называется доминантный ритм. Также мы часто видим, особенно в стадиях сна, сонные веретены, их называют ЭГЭ спайндлс. Это как раз волны, которые постепенно увеличиваются, постепенно снижаются, действительно похожи на веретены. Явление, когда мы видим резкую сапрессию, падение ритма, называется депрессия ритма, или наоборот, высокоамплитудный ритм, чаще всего альфа-ритм, это отражает синхронизацию ритма. И десинхронизация, это когда падает амплитуда, и при этом нарушается синхронность, то есть мы видим разные колебания разной частоты. Что касается ритмов, выделяют пять основных ритмов в электронсфалограмме. Дельта, это до 4 Гц, низкочастотный, высокоамплитудный ритм, который чаще всего можно увидеть в нормальном состоянии, в стадиях сна, в глубокой стадии сна, она и так и называется, медленноволновая стадия сна. Это ритм примерно от 4 до 8 Гц, более высокочастотный. А альфа-ритм, который вы тоже много раз слышали, и от Евгения Сытникова, и уже от меня, это от 8 до 12, от 8 до 13 Гц, в разных классификациях по-разному. И его можно действительно увидеть невооруженным глазом, когда человек закрывает глаза в большинстве случаев. Низкоамплитудный бета-ритм примерно от 14 до 30, и после 35, 30 Гц гамма-ритм, который на самом деле в ЕГЭ очень сложно отделить от мышечных артефактов. Ритм мы видим благодаря феномену нейронной синхронизации. То есть вот здесь как раз пример моделирования нейронных спайков, потенциалов действия, и связанных с ним local field potentials, потенциалов локального поля. То есть это явление говорит о временной синхронизации большой популяции нейронов. Каждая точка здесь отражает потенциал действия одного нейрона. Здесь вот такая примерная табличка, которую можно найти в Википедии, за что примерно не отвечают, а с чем связаны вот эти известные ритмы ЕГЭ. Вы можете сами найти, посмотреть. Я коротко скажу, что, например, дельта-ритм. Он наиболее выражен в медленноволновой стадии сна, но также у него есть патологические... Он виден в патологии. Более подробно про патологические проявления и клиническую электроэнцефалограмму вам расскажет дальше в курсе лекции Галина Портнова. Галина Владимировна Портнова. Тето-ритм, он чаще всего связывается с активным вниманием. Он повышается во время выполнения задач. Но, тем не менее, у него есть еще другие, так скажем, ассоциированные с ним явления. Это, например, дремота у взрослых и подростков. И он связан с тормозным контролем. Альфа-ритм наиболее выражен в задних областях, в затылочных областях головы. И он высокоамплитудный. У него, как правило, есть сторона левая или правая, которая доминирует. И у него, в принципе, есть определенные генетические предпосылки, потому что примерно у 30-20% населения альфа-ритм плохо выражен во время, при закрытых глазах. И он является наиболее изучаемым ритмом, потому что он более стабильный. И его результаты исследований по альфа-ритму наиболее репродуцируемые, повторяемые. А бета-ритм высокочастотный, он как раз связан с процессом десинхронизации. Когда мы открываем глаза, у нас снижается резко альфа, появляется низкомплитудное бета-колебание. Его также связывают с активным бодрствованием, с вниманием, ну, а также с различными проявлениями тревожности. Ну, вот гамма-ритм, я бы про него не стала тут подробно рассказывать, потому что Ольга Владимировна Сысоева, она потом расскажет про исследование гамма-ритма при помощи магнитной энцефалографии. Как я уже сказала, гамма-ритм в электроэнцефалографии это спорный очень момент, потому что мышечные артефакты, они как раз находятся в диапазоне гамма и очень сильно загрязняют электроэнцефалограмму. И быть уверенным в том, что вы их до конца вычистили, очень сложно. Поэтому в последнее время по гамма-ритму ВЭГ мало статей, в основном это уже прерогатива МЭК-исследований. Ну и, наконец, мю-ритм, это субкомпонент альфа-ритма, вернее, он находится в той же самой частоте, что альфа, он связан, наиболее сильно выражен он над синтезомоторной корой и связан как раз с воображаемым движением, с самим движением, с воображаемым движением. И в последнее время активно исследуется в связи с гипотезой о моторных, о зеркальных нейронах. При воображении движения, при реальном движении, при воображении движения, мю-ритм как раз сопрессируется, то есть его амплитуда падает. И по падению этой амплитуды мы можем судить о разных явлениях. Все, что я раньше сказала, это касается остеолиатурной активности ВЭГ. Еще кроме различных колебаний и ритмов ВЭГ, активно исследуются, изучаются вызванные потенциалы. Или потенциалы также связаны с событием. Это более когнитивные потенциалы. Event-related potentials называется. Здесь как раз изображен типичный потенциал. Похожий на слуховой в данном случае. Его выделяют при помощи синхронизации. Он появляется на определенные стимулы. Его можно выделить путем усреднения на вид хаотической активности. хаотических колебаний ВЭГ. Если усреднить кусочки эпохи ВЭГ, которые начинаются после каждого предъявления стимула. В этом случае ноль. Это как раз предъявление стимула. А дальше мы видим различные компоненты вызванного потенциала, которые также имеют свое физиологическое значение. И многие исследования связывают их с разными когнитивными высшими функциями мозга. Что важно при записи ЭГЭ? Так как все-таки у нас методический курс, я уделю больше внимания методам, чем результатам исследований, потому что их очень много. При записи ЭГЭ очень важен система постановки электродов. Более классическая система это 10-20 системы, может вы слышали такую. она располагает электроды либо на 10% расстояние от уха к уху, либо по окрыженности на 20% друг от друга от общего расстояния от уха к уху, от носа к затылку. В этой системе нечетными цифрами определяются электроды над левым полушариями, четными над правым полушариями. есть также электроды по средней линии, которые называют с буквой Z централ металл линия. Ну и в принципе их условное обозначение это касается как раз обозначения областей мозга больших. F фронтальная, T темпорал височная, C центральная централ, P париэтал теменные, O акцептальные затылочные электроды. И другая система более новая называется 10-10 система. Здесь просто появляются уже более высокая высокая плотность электроды появляются между классическим например 19-канальным или 21-канальным сетапом здесь она отражена. Черные как раз точки это электроды из системы 10-20 белые это из системы 10-10 появляются новые электроды которые находятся на расстоянии примерно 10% друг от друга от общего радиуса и расстояния от уха к уху. И очень важно тоже при записи ЭГЭ это монтаж который мы выбираем для анализа потом. Монтаж в принципе можно потом менять. он выбирается только исключительно для просмотра есть два вида монтажа наиболее часто используемых это последовательный или биполярный монтаж и униполярный монтаж который связан с референтными электродами. В данном случае например референтные электроды используются надмостоидами А1 А2 предполагается что над этими электродами нет сигнала мозга и разница между потенциалами электродов которые над мозгом и надмостоидами она должна быть максимальной. В случае системы 10-10 чаще всего выбираются референтные электроды ЦЗ или ФЦ расположенные над вертексом который тоже служит референтами. Ну и в принципе при записи ЭГЭ и по дальнейшему анализе очень важно наличие сколько каналов у нас есть скорее всего важно для исследования планирования исследования потому что количество каналов может определить ваши возможности по например построению источников электроцифалограммы потом также важна частота дискретизации потому что большинство аппаратов записи ЭГЭ которые используются в клинике у них небольшая частота дискретизации а в случае научного исследования чем больше частота тем лучше потому что это определяет точность запись сколько точек измерения мы можем снять в течение одной секунды и это улучшает и сигнал и помогает например исследовать некоторые коротколатентные вызванные потенциалы также высокая частота дискретизации очень важна в усилителях для записи ЭГЭ которые используются при одновременной записи ЭГЭ и функциональной магнитно-резонансной томографии потому что МРТ дает очень сильные артефакты связанные с частотой радио частотой меняющейся магнитного поля и их удобнее учащать имея очень высокую частоту дискретизации опять же для разных исследований используются разные фильтры нам не нужен полностью весь спектр частот которые мы можем записать как правило фильтруется ЭГЭ до 0,5 Герц но например в исследовании стадии сна частота фильтрации частота пропускания верхних частот она как правило ниже там 0,01 бывает 0,03 ну и естественно важно при записи ЭГЭ при постановке электродов удостовериться что вы держите сопротивление между кожей головы и электродом на достаточно низком уровне как правило это 5 клоу какие наиболее часто используемые программы существуют для анализа электроэнцефалограммы ну вот по крайней мере у нас в институте есть платная программа Brain Vision Analyzer Brain Product и BESA программа которая тоже позволяет строить источники электроэнцефалограммы ну и есть очень много различных тулбоксов бесплатных которые можно скачать в интернете вот первые три наиболее часто используемые это EGLab SPM статистик параметр макпинг и Filtrip все эти тулбоксы они конечно бесплатные но они работают только под программой MATLAB по-моему есть EGLab standalone но я точно не уверена то есть если у вас есть MATLAB вы можете легко скачать тулбоксы использовать их для анализа ну и сейчас в последнее время активно развивается тулбокс который называется MAC and EG анализер M-Python M-N-A тулбокс здесь это совершенно бесплатный код который вы можете использовать для своей работы также есть очень много различных маленьких тулбоксов очень много научных команд которые каждый год выпускают очередной тулбокс для анализа EG но в принципе они менее часто используются но тем не менее их можно найти и в программе ART тоже главные шаги в анализе EG это так называемый припроцессинг предобработка электроцефалограммы который включает фильтрацию сигнала потом убирание немозговых артефактов это как правило движение глаз и мышечные артефакты ну и в дальнейшем сегментацию электроэнсплограммы на эпохе опять же это зависит от типа анализа иногда например состояние покоя или фоновые записи EG не обязательно сегментировать можно записывать анализировать длинный кусок записи анализ вызванных потенциалов обычно проводится во временном домене и для этого усредняются во-первых формы сигналы по каждому событию вызванных потенциал и измеряется уже усредненного вызванного потенциала амплитуда и латентность латентный период когда мы видим каждый компонент вызванного потенциала также можно применять потом алгоритмы для локализации источников вызванного потенциала в зависимости от вашего дизайна исследования но это не обязательно так это просто наиболее классические шаги по анализу вызванных потенциалов есть вызванные потенциалы которые можно анализировать без усреднений достаточно высоко амплитудные например потенциал P300 ну и в принципе можно применять и вилет анализ различные типы анализа для вызванных потенциалов но все-таки анализ по времени и по частоте как правило проводится для ритмической активности мозга записанной при помощи ЭГЭ фастфурье преобразование используется для анализа частот то есть в частотном диапазоне анализ то есть оно дает спектральную мощность или спектральную плотность мощности каждого ритма диапазона ритмов ВЭГ а также преобразование в вилет которое на самом деле работает в обеих в обоих доменах и во временном и в частотном домене ну также ВЭГ использует анализ коннективности или связанности мозга который в основном опирается на различные корреляции и когерентность и в принципе по каждому типу анализа можно прочитать отдельную лекцию потому что это довольно-таки интересно и сложно и имеет разные параметры и настройки но так как у нас время в принципе ограничено я хотела просто рассказать как выглядит ЭГ во время реальной ЭГ вот если вы видите здесь картинку загрязненная различными артефактами так называемая сырая запись электронсфолограмма и как мы ее обрабатываем дальше я делаю это специально хочу показать как проходит обработка ЭГ потому что это очень полезно для студентов и научных сотрудников которые решили вдруг заняться электронсфолограммой как правило сейчас существует очень много методов автоматической обработки которые позволяют все это делать не глядя но в принципе для первого раза очень важно самим посмотреть что в реальности происходит после применения каждого алгоритма к сырым данным электронсфолограммам вот эта запись она содержит артефакты движения глаз здесь если видно как раз записывается отдельно вертикальные и горизонтальные движения глаз и сигнал электромиограммы и вот здесь в самом начале испытуемой была дана команда уже расслабиться не шевелиться но он не сразу ей воспользовался и мы видим достаточно много мышечных артефактов и большой тренд медленноволновый и движение глаз а вот здесь уже цифра 10 это уже идут наши стимулы на самом деле мы тут пишем пытаемся записать вызванные потенциалы в ответ на звуковые слуховые стимулы поэтому что нужно сделать чтобы убрать эти артефакты вот мы просто это тоже участок записи где мы применили фильтр пропускания высоких частот пол герца мы сразу же убрали вот эти волны медленноволновые у нас все стало гораздо ровнее и красивее дальше мы проводим коррекцию на движение глаз в данном случае это был метод который связан с анализом независимых компонент и регрессии потом артефактов движения глаз от сигнала эгэ вот здесь видно голубым что выделились моргания и движения глаз ну как вы можете заметить выделились они не все и по идее все равно остаются волны которые связаны именно с морганием либо движением наших глаз после этого когда мы уже почистили от глаз постарались по крайней мере мы применяем уже фильтры пропускания нижних частот но это один из способов анализа в принципе можно делать по-разному в нашем случае вот такой алгоритм проведения анализа применяем фильтры низких частот и у нас уже как вы видите уходят высокочастотные колебания которые возможно связаны уже с артефакторами от напряжения мышц ну и к сожалению не все автоматические методы позволяют полностью уйти от артефактов и поэтому все равно золотым стандартом анализа ИГ и об этом часто пишут во всех статьях является так называемая визуальная инспекция артефактов особенно это касается датасетов собранных на каких-то уникальных группах детей например дети много шевелятся их очень тяжело попросить не шевелиться а также пациентов которые не реагируют на команды в этом случае действительно такие датасеты уникальные и каждый кусочек данных очень важен и терять автоматически очищенные артефакты потому что можно в принципе задать высокую амплитуду которая будет в реализации эта эпоха будет в реализации если у нее слишком высокая амплитуда записи но терять такие кусочки очень не хочется и поэтому очень часто исследователи клинические нейрофизиологи они просматривают каждый кусок ЭГЭ и вычищают артефакты вот как здесь например который никуда не ушел не вырезался ну и в данном случае после после всех процедур при процессинге проходит проводится сегментация данных в данном случае я рассказываю по анализу вызванных потенциалов здесь как выглядят вызванные потенциалы неусредненные это каждый кусочек это всего лишь одна эпоха безусреднения для разных электродов мы уже видим тут есть какие-то отклонения больше чем бейзлайн но это не классический вызванный потенциал к которому мы привыкли и вот если уже провести по тем же данным что я вам показываю усреднение здесь мы уже видим форму классического вызванного потенциала в данном случае это потенциал слуховой на котором можно в принципе определить типичное для слухового потенциала пики Н100 П200 и Н200 более поздний потенциал компонента потенциала это сомнительно но тем не менее тоже их можно увидеть здесь как раз пример построения разности потенциалов то есть мы можем записать вызванные потенциалы на один звук например более частый звук это красная линия и в этой последовательности будет повторяться редкий девиантный звук и потом сделать разницу между двадевиантным и скандартным стимулом и мы увидим отклонение так сказать разницу между этими потенциалами черная линия это пример такого феномена как негативность рассогласования который как раз часто используется в исследованиях слухового восприятия осознанного неосознанного ну и в принципе даже при 19 канальном сетапе мы можем построить вычислить обратный решить обратную задачу вычислить источник вот этого потенциала в данном случае это пример который я беру из обработки при помощи программы брейнвижен аналайзер несмотря на то что действительно очень мало каналов как правило для построения источников нужно более 50 каналов эггезаписи но все равно мы видим что вот например для электрода F3 это фронтальный электрод предполагаемый источник находится в левой височной области ну конечно плюс-минус километр но тем не менее что-то мы видим даже при помощи малоканальной записи здесь используется алгоритм лоретта low resolution брейн электромагнитик фотографии который вот наиболее часто используем алгоритм для построения источников он также реализован в SPM и в других программах бесплатно также мы можем применить вывлет анализ для исследования вызванных потенциалов в данном случае это вывлет трансформации марлет и мы тоже видим что во временной и в пространстве частотной частота это получается по оси Y и во временной шкале по оси X мы видим повышение энергии мощности колебаний связанных с вызванным потенциалом и тот же самый потенциал который я вам показывала вот вот этот ну и также мы можем применить вызванным потенциалом к ритмической активности мозга анализ при помощи анализ спектральной мощности при помощи преобразования быстрого преобразования Фурье здесь мы также видим спектр мощности этого вызванного потенциала усредненного с максимумом в тета ритме в тета частоте как правило действительно вызванные потенциалы при анализе их спектральной мощности наиболее выражены тета колебания и вполне возможно это является тоже это связано с тем что и во время просто анализа частотных колебаний анализа мощности частотных колебаний без вызванных потенциалов мы наиболее часто видим выраженный тета ритм при выполнении активной задач ну и наконец еще есть много разных способов померить связанность или корреляцию или когерентность между различными источниками это тоже совершенно удивительный метод анализа и заслуживает отдельной лекции как это можно сделать в ЭЭГ наиболее конечно часто анализ связанности наиболее достоверно анализ связанности применяется к данным функциональной магнитаризансной томографии но тем не менее для ЭЭГ тоже есть различные способы которые могут показать связанность между сенсорами по крайней мере между электродами также можно проводить анализ связанности между источниками активности один из этих вариантов это тоже можно применить анализ независимых компонентов анализ независимых компонентов или ICA independent component анализ применяется также для коррекции учащения артефактов в данном случае я показала пример как после разложения на независимых компоненты мы видим компонент связанную с наиболее вероятно связанную с движениями глаз здесь показана топограмма ее локализации то есть мы видим что рядом с глазами находится мы можем ее удалить потом и когда сигнал обратно складывается после из компонент у нас артефакт движения глаз очищается вычищается но также метод независимых компонентов применяется для поиска источников потому что в принципе он дает возможность увидеть источники расположения на голове различных компонентов и уже между этими источниками также можно построить коннектон с помощью различных методов и анализировать связанность уже различных источников активности головного мозга ну и кроме линейных методов которые я показала ранее существует целая когорта нелинейных методов их активно стали применять примерно середины 90-х годов прошлого столетия это было связано с развитием теории хаоса здесь типичная картинка из википедии которая иллюстрирует природу теории хаоса Лоренса трактор теория хаоса предполагает что многие тоже процессы природные процессы они нестанционарны и ЭГ в принципе это нелинейный нестанционарный сигнал и в этом случае применение линейных методов анализа о которых я говорила ранее оно конечно ограничено ограничивает возможности поэтому в последние тоже пару десятков лет появилось очень много работ которые применяют нелинейный метод для анализа ЭГ измеряем терапию фрактальность сложность сигнала электронцевилограммы и вы можете тоже смотреть по ссылкам эти обзоры про нелинейные методы также измерения фрактальности это detriant fluctuation анализ применяется для изменения фрактальности сигнала ЭГ эти методы очень активно используются особенно при классификации так скажем нормы патологии потому что берутся при исследовании больших групп добровольцев условно нормальных условно типичных и клинических групп выделяются признаки которые как класс характеризуют проктальность или терапию или сложность сигнала электронцевилограммы как правило это исследование касается именно анализа состояния покоя или анализа электронцевилограммы записанной в состоянии противного покоя у человека ну и наконец очень активно используется сейчас для анализа электронцевилограммы методы алгоритма машинного обучения в данном случае это пример применения так называют deep learning алгоритма глубоких сетей глубокого обучения в этом случае берется сырой сигнал данные процессируются могут выделяться какие-то особенные характеристики сигнала могут не выделяться это может быть чисто сырой сигнал вот эта искусственная нейронная сеть она предполагает построение какой-то модели в этом случае без учителя и потом классифицируются различные состояния или например различные люди по ЭГ либо группа норма группа пациентов при помощи вот таких искусственных нейронных сетей в случае более простых алгоритмов не глубокого обучения применяются более простые алгоритмы начальные такие скажем логистическая линейная логистическая регрессия метод опорных векторов и так далее чаще всего там все-таки используется не сырой сигнал ЭГ а уже обработанный в этом случае очень важно выбрать те признаки фичерс с которыми будет работать классификатор или алгоритм и собственно в этом загвоздка и задача нейрофизиолога или нейробиолога потому что классифицировать можно все что угодно часто сейчас очень много работ которые дают очень высокие результаты более 90% но такие результаты очень сложно интерпретировать с точки зрения нейрофизиологии почему это произошло почему классифицировались нормы от патологии что конкретно ВЭГ является этим признаком самым важным который позволяет классификатору разделить данные на две группы иногда очень сложно понять чем сложнее искусственная сеть тем сложнее интерпретировать потом результаты этой классификации то есть точки зрения мне кажется фундаментальной нейрофизиологии пока что применение таких методов мало что дает но тем не менее они хорошо могут использоваться для прикладных целей задач когда нам нужно на ранних стадиях определить признаки какого-нибудь заболевания ну и вот наконец книжки которые можно использовать я нашла даже доступные в интернете самая известная классическая книга Джош Бузаки ритмы мозга также вот это учебник по ЭГ интерпретации которая у него много очень изданий вот одно из изданий доступно онлайн он наиболее будет полезен клиницистам потому что он фокусируется на качественном анализе ЭГ то есть качественном то что мы можем увидеть невооруженным взглядом какие-то патологические признаки и наконец из русских учебников у меня самый любимый это учебник Юрия Дмитриевича Кропотова количественное ЭГ когнитивное вызвание потенциала мозга человека и нейротерапия он как раз рассказывает про количественные анализы ЭГ про те методы про которые я сегодня рассказывала вот я рекомендую его почитать ну в принципе у меня все спасибо за внимание